Всем огромный привет! С вами снова я. У меня, к сожалению, разрядилась камера. Заряжать ее нет никакого настроения. А сегодня у нас такая тема. Самые стойкие ароматы и все, что с этим связано. Поэтому, надеюсь, вы не будете сильно там орать по поводу качества. Оно все равно неплохое. Вот на голове у меня трэш. У нас отключили воду на две недели. Надеюсь, это не только у меня. А то это будет немножко обидно. Так же, как и всегда, ставим лайки, пишем комментарии. Чем больше лайков, тем велика вероятность, что следующее видео будет парфюмерное. Вот. Так, давайте сначала разберемся, зачем вам нужна стойкость. Если стойкость вам нужна просто так, ну, типа, аромат должен быть стойким, то это совершенно не так. В чем проблема взять с собой какую-нибудь красивую миниатюрку и обновлять аромат. Вот. Ну, для меня никогда не существовало проблем стойкости, потому что это все очень просто решается. Отливантом каким-нибудь написали. Вот, Левант и пшикаетесь в течение своего дня. Потом я знаю некоторых своих друзей, которые отказываются от ароматов, которые не стойкие. Вот они его любят-любят, но они его перепродают, потому что он не стойкий. Ну, это вообще, конечно, такое себе. Всегда можно купить красивенькую миниатюрку и обновлять ее там в течение дня. Нравится вам Си? Вот. Armani Си. Купили себе микро-миниатюрку и красиво и классно носите с собой. Ой. Что у нас более стойкое? Оде-туалет. Это у нас больше верхних нот. Все это очень быстро испаряется. Оде-парфам там все равно больше верхних нот, поменьше серединки и база. То есть там это все постойче будет. Но все равно верхушка быстро уходит. Что у нас в духах? Верхушки практически нету. И у нас там в основном ноты базы и ноты сердца. Они самые стойкие, они держатся с утра до ночи. Поэтому сегодня мы превалирующе поговорим о версии духи, о версии эспри, о версии, что там еще есть, экстракты. Вот. Об этих версиях сегодня поговорим. Вот. Ну и то, что у нас не входит в эту версию, это Серж Лютен. Вот Серж Лютены я считаю основательно очень стойкими. Вот у меня берлинская дева, Леофильда Берлин. Нереально стойкий. Иногда, когда у меня есть настройки, я откручиваю и надеваю крышечку, чтобы наносить намазом. Намазом более плотнее, более такое звучание, а с пшикалкой оно более такое вот игривое. Очень стойкие Серж Лютаны. К тому же они сейчас стоят очень дешево. Может быть, можете их найти и купить. Там у кого-нибудь с рук за 600 рублей. Вот. Такие вот Серж Лютены. Не знаю, почему они сейчас так упали. Вот. Но хотя, знаете, Серж Лютены, у меня с ними очень сложная история, потому что немножко не моя категория. Вот мне нравится более мрачная, вот типа такого. А остальное, знаете, очень, очень, ну, такое вот прям прямым словом бабье. Вот прям бабье. Не женская, не девочковая, а вот прям бабье. Как волчица, вообще не понимаю. Вот этот вот миндаль. Не моя история. Вот это вот Джо Депо. У меня был, я плевался, в стирку добавлял этот аромат. Мол, с ним полы, лишь бы на себя не наносить. Поэтому, наверное, вот единственный аромат, который мне более зашел. Еще мне нравится Сиротка. Интересно. Целлофановая ночь интересная. Остальное, ну, как-то не очень. Так, давайте еще, следующая, не версия духи. Это Юджи Ямамото, кстати. Юджи Ямамото Essential. Вот тут написано Essential. Запах, конечно, бомбический. Нереально стойкий. Очень, очень серьезный. Это в такое вот какое-то направление 90-х. Так, то есть тут цветы, вот эта вот вся химоза очень классная. Вот какие-то герани, ветивер. И все это прям в такую мужскую сторону. Вот Essential, я не знаю, мужской или нет. Вот. Не знаю. Ну, короче, Юджики, они тоже все очень стойкие. Я перепробовал, и они все очень интересные, прикольные. Блин, пять минут мы еще даже не начали. Ладно. Так, все, версия духи. Первый аромат. Это Линстан Герлен. Версия духи. Очень плотный. Очень медовый. Я заходил в версию, пробовал Линстан не духи. Там более, знаете, такая вот композиция легкая, полетная. Тут все же плотно, цветочно, медово и очень красиво. Вот. Если вот выбирать все-таки версию там ПВ, парфюмерная вода, туалетная вода или духи. Ой, все-таки духи будут круче. Вот. Они не так слышны. Это к вам нужно очень близко подходить, чтобы услышать. Вот 30 миликов духов. Это нужно очень к вам близко подходить, разнюхивать, вынюхивать. Но это настолько приятный аромат. То есть это не вот это вот распрыскивание. Вот. Это вот все в себя. Очень красиво для такого интимного круга лиц, потому что надо прям с вас его нюхать. Ну вот он очень стойкий. Если вы его утром нанесете на запястье, будете даже мыть руки. Вечером вы его отсюда же и услышите в том же первоздавном состоянии. Очень классно. Так, дальше давайте тоже герлин. Вот. Шелемар. Это современочка духи. Тут притертая крышечка. Знаете, отличается, конечно, от парфюмерной воды у меня есть. Туалетной воды отличается. Он более плотный. Ну вот как ни крути. Если шелемар. Ну что там? Цитрус, ваниль. Все. Цитрус, ваниль. Вот эта вот цедрачка и древесная ваниль. Это все дымится потом. Кожи, кстати, я в них вообще не слышу. Может, я еще не дорос, чтобы у меня эта нота сапога возникла. Фиг знает. Но, короче, он намного плотнее. Тут больше именно ванили вот этой вот дымной в духах. И такая же нереальная стойкость, куда вы его нанесете, тому он и окажется. Очень круто, очень классно. Нечего даже сравнивать с парфюмерной водой. Вот. Современной. Дальше давайте по лайтику. Сальвадор Дали. Версия духи. Все знают, да. Тут, кстати, мне очень нравится. Тут у нас пшикалка появилась. Можно пшикнуть. Ой, ладно. Ой, аж ну заколола. Знаете, такая вот... Сори. Это все от него. Это это, знаете, что? Трупный лимонад. Я все говорил, это и буду говорить. Это трупный лимонад. Знаете, типа такой вот прям похоронное бюро. Вот в похоронном бюро вам налили лимонадик. Вот что-то вот такое вот. Вот очень он мрачный, очень прикольный. Знаете, как Лулуко Шарель. То есть он мрачный, но он какой-то вот игривый. Вот то же самое. Сальвадор Дали держится с утра до ночи. С туалетной водой ничего сравнивать. Туалетная вода, она более женственная, игривая. Она как шампанское. Это все-таки нет. Она ближе сидит к коже. И, ну, очень стойко. Очень. Стоит в магнит косметиксе 400 рублей. Или больше, не знаю. Там, короче, вообще не деньги. Так, ну и по классике Испахан. Вот Испахан и Фраше. Версия духи. У меня черт-то с два сломалась крышечка. И он там закарамелизовался этот аромат. Прям в карамельку такую превратился. Прям в масло выпарился. Поэтому я его не открываю, берегу. Что по нему можно сказать? Ну, это прям... Ну, вот что. Что так пахнет? Бархат в гробу, наверное, так пахнет. Очень мрачный, но очень красивый. Вот, очень вкусно. Ой. Там гигантская пирамида, которую даже вот... И вот это вот масло. Вот если вы... Вот я сейчас в крышечку засунул палец. Если вот я сейчас мазну, это вот прям в масло превратилось. Все. Это аромат на четыре дня. Фиг его смоешь, после души это место будет пахнуть. То есть, ну, это в основном цветы. Даже вот не знаю, какие-то желтые. Потом я тут слышу какой-то легкий такой вот ментольчик, возможно. Это все завершается сандалом, всякими цветами, животинами. Очень классный, очень серьезный. Короче, должен быть у всех. Ищите. Ищите, я в вас верю, вы его найдете. Так, дальше. Давайте по Диору. Кстати, по Диору у меня мощненько. Раз, два, три, четыре, пять. Пять у меня таких вот хороших версий. Ну, по Озон. Вот. Это современные экстраты парфам. То есть, ну, духи. Экстракты, духи. Какая разница? Вот. Один в один с Эспри де парфам винтажным. Один в один. Вот можете не искать Эспри, купить вот экстраты парфам. Очень мощный, сливовый. И, к сожалению, с парфюмерной водой, которую сейчас мало где можно найти. Современочка. Ничего общего не имеет. Парфюмерная вода, это, не знаю, куда-то она прям очень в плохое место скатилась. По Озону вообще не пахнет. Пахнет какой-то какашечкой, если честно. Вот. А вот версия духи. Современная. Очень приятная, очень плотная, сливовая, красивая. Очень достойная. Ой, и очень стойкая. Там просто достаточно одного касания. Вот так вот, чтобы пахнуть целый день. Дальше две винтажки, Miss Dior. Ну, вообще винтажки, если вы покупаете любые, знаете, они будут суперстойкие. Вот это у меня духи, Miss Dior. Вот это у меня Эспри де парфам, тоже Dior. В Эспри де парфам у нас больше сандала, тут у нас больше цветов. Все гиперстойки. Современной версии Miss Dior ничего общего не имеют. Поищите их тоже. Они стоят там, их чуть ли не бесплатно отдают. Вот такие вот духарики. На тех же парфпосиделках. Очень-очень классно. Прямо это все завершается. Вот эта вся желто-цветочная композиция завершается медом. Какой-то черемшой, черемухой. Потом очень красиво, очень богатая композиция. Стойкость нереальная просто. Дальше давайте Diarissima. Такой вот у меня микрофлакончик. Ну, что тут можно взять? Ландыши. Но тут ландыши вообще не как в парфюмерной воде. Тут ландыши богаче. Вот версия Parfum тут написана. Такой вот Diarissima. Тут еще у нас пробочка. Знаете, что я офигел? Как винтажи пытаются дорого продать? Это какой-то ужас, понимаете? Потому что винтажи это всегда карусель смерти. То есть, возможно, вам придет нормальный экземпляр, возможно, вам придет какая-то фигня. И когда просят вот за такую Диорку, я однажды увидел, ну, где-то около 4-5 тысяч, я аж офигел. Ему красная цена, ну, тысяча максимум. Потому что никогда не знаешь, что тебе привезет, как его хранили. Поэтому вообще какие-то ненормальные люди продают винтажи за нереальные цены, особенно в Инстаграме. Я вообще офигел. Там есть несколько девок, которые в Инстаграме продают винтажи. Так они там такие цены просят. Такое ощущение, что апарт в посиделках никто не знает. И неужели у них там кто-то берет Герлен Митсука, там, самый обычный, за 13 тысяч? Ну, это какой-то вообще бред, знаете? Вот как мне их заблокировать, скажите мне? Я их заблокирую, этих девочек в Инстаграм, чтобы вы, не дай бог, на них не наткнулись и не купили Герлен Митсука за 5 тысяч. Если он везде стоит 3 тысячи. Это ужас. Вот так вот, Диорисима. Тут ландыши все те же, но они суперские. Вот не знаю, тут добавлено цветы, скорее всего, какие-то там жасмин, но он особенный цвет, и это звучит намного богаче, по пирамиде и намного интереснее. Кайф. Мисс Диор современный. Ничего общего с этими мисс Диорами не имеет. Но пирамида тут победнее, но он очень милый, знаете? Это тоже версия Духи, экстракт современная. Очень мило, очень мило. Знаете, такие вот девственные какие-то букетики, девственные жасминчики, асмантос, вот такие вот все. Такие истории на полутонах, очень красивые, очень акварельные, очень такой вот, знаете, ну прям невинность. Прям шикарный, стойкость. Ну какая стойкость? Стойкость офигенная, 5 часов, это у нас офигенная же стойкость. Вот, стойкость нормальная, вполне. Ну правда, у всех остальных стойкость там выше 10 часов, это 5 часов, но это тоже офигенно. Потом, Джорджио Армани Си, это версия Духи у меня. Вот, кстати, я сначала думал, что это пробник, потом прочитал Парфам. Ничего себе. Знаете, что интересно? У меня АС-шка в обычной версии, это у нас Духи. В обычной версии пудрится, тут не пудрится. То есть, тут прям максимально цветочная версия. Нереально стойко, нереально. То есть, тут больше слышится ваниль и как раз-таки вот эти вот цветы. Вот эта вот роза, вот эта вот вся, вот эти вот все, как это цитрусовое обнимание, они тут больше слышатся. Никакой вообще пудры, никакой вот такой вот пудрицы, никакого крахмала. Все очень чисто и очень красиво и очень стойко. Поэтому поищите еще Си-версию Духи. Здесь найдете. Ну и вот это вот Лолит Олимпика Парфан. Вот. Надеюсь, вы узнаете в некоторых счастливчиков. Есть, наверное, и полноценные флакончики. У меня вот только такой. К сожалению. Не знаю, как его открыть. Точнее, знаю. Но это, знаете, я как бы сказал, это нужно пить. Это реально нужно пить. Самая красивая гурманская штучка, которую я слышал. То есть, ноты рома, коньяка, там нереальная пирамида, нереальная ваниль. Это просто нужно, вот если был бы какой-нибудь, знаете, на что похоже? На супердорогой бейлис в супердорогом ресторане. И это все супердорого и суперклассно. То есть, коньяк, шоколад. Вот такое вот все. Хотя я не любитель гурманских ароматов, не такой уж прям любитель. Хочу вам кое-что показать. Подождите. Видите? Мне кажется, или кто-то подружился. Короче, я не любитель вот этой вот всей истории гурманской, но это мне очень зашло. Вот такие вот у нас самые стойкие ароматы. мы прошлись по версии Духи. Надеюсь, вы довольны. Ставим лайки, пишем комментарии, любим меня. Ну и все остальное. Поэтому все, люблю вас, котятки. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok